Ой, какие диваны хорошие, ох, ой, вот он, да нет, вот же нормальный диван, или может быть этот? Ну что, наконец-то дошли у меня руки сделать топ 10 диванов по версии Михаила Шапошникова, но сначала надо... Нам нужно немножко теории, вот прям совсем чуть-чуть, я на пару секунд. От цены зависит, как будет выглядеть ваш диван, какой там будет дизайн, мягкий он будет, твердый, и как вообще доедет к вам домой. Диваны бывают нескольких ценовых категорий. Первая ценовая категория от 0 до 10 тысяч рублей. Вот сейчас некоторые удивились, а диван реально можно купить за 0 рублей, вот здесь. Дальше, вторая категория диванов от 10 до 100 тысяч рублей. Правильно вы сейчас подумали, это Икеа. Про Икеа вы все знаете, вы уже там были, много не буду про них рассказывать. Но вы, скорее всего, не видели одни из самых дорогих диванов от полутора миллионов рублей за один диван. Полтора миллиона рублей за диван это итальянские фабрики, одни из самых крутых фабрик на планете. Они делают очень качественные диваны на невероятно крутом оборудовании. Все там у них просто там чисто вылизано. Это полифорум. Полифорум делает диваны примерно за полтора миллиона рублей. Дальше в Италии есть фабрики второго и третьего эшелона. Это примерно от 600 тысяч рублей до полутора миллионов. Там реально большое количество фабрик разного качества, но с очень классным дизайном. И есть вот эта вот классная цена, вот она посерединке. Это 300 тысяч рублей за один диван. Здесь тоже очень много диванов. Прям невероятно много. Но все они это какая-то русская херня. Я их называю диванозаменителями. Они стоят во всех торговых мебельных центрах. Они просто вот заполонили все. Велюровые, в цветочек. Такие все там раскладные, с механизмами. Одним словом, говнище какое-то. Такого тоже очень много. И вот чтобы разобраться во всем этом многообразии диванов, я отобрал вам 10 диванов самых крутых, мощных из всех этих категорий. Давайте посмотрим. Я реально не знаю, в каком порядке расставить эти диваны, потому что они все очень крутые. Все они достойны быть на первом месте. Поэтому я их просто отсортировал по цене. Сначала я расскажу про самые дорогие и потихоньку мы будем спускаться к самым недорогим к нижней нашей планочке. Десятое место. Самый дорогой красавец. Биби Италия Камелондо. Вообще, это достаточно старый диван. Его придумали еще в 1970 году Марио Беллини. Но вот как раз в 2020 году Биби Италия переосмыслила его, добавила чуть-чуть больше новых тканей. И теперь он заиграл новыми красками. Диван реально крутой. Еще представьте, в 70-м году. Ему уже 50 лет. В 70-м году Марио Беллини придумал вот эту вот систему пирсинга. На диване в каждой складке пирсинг торчит. За этот пирсинг модули друг к другу скрепляются и не дают друг от друга отъехать. За этот же пирсинг еще и прицепляются спинки и подлокотники. Это вот такая вот модульная система, из которой можно сделать что угодно. Вообще, можно сделать себе топчан квадратный, а можно его же пересобрать в какой-то более угловатый диван. Для того, чтобы отсортировать по цене, я все диваны сделал примерно в одной конфигурации. Все эти диваны, они модульные. Очень сложно как-то вообще цену вам говорить, потому что чуть модуль добавил, цена плюс там 500 тысяч рублей. Чуть ткань выбрал другую, цена опять изменилась. У всех диванах будут примерно одинаковые модули, примерно одинаковой длины. Вот этот вот диванчик я насобирал на 384 сантиметра в длину и 162 сантиметра по угловой части. Вышел такой диванчик на 15 тысяч 200 евро. Час по курсу, текущему это 1 миллион 400 тысяч рублей. Я вообще думал, что самым дорогим диванчиком будет какой-нибудь полиформа. И никак не думал, что это будет Би-Би Италия, еще и Камелондо. Но вот это самый дорогой диванчик. Девятое место. Это красавчик от Minotti. Minotti Lorenz. Его придумали совсем недавно. Рудольфо Дардони сделал его в 2017 году. Я на самом деле думал, что у Minotti будет самый популярный диванчик какой-нибудь White. Но по данным сайта 3DD Minotti Lorenz самый популярный диван у Minotti. Для тех, кто не в курсе, дизайнеры вот в свои проекты, когда делают 3D-картинки, никто не моделирует диваны и не рисует. Мы их просто берем из открытого каталога, заходим на сайт 3dd.ru. Там просто в каталоге выбираем диван, топ скачиваний. И у тебя первые две странички это самые топчики, самые крутые диваны, прямо сегодня самые популярные. И вот Minotti Lorenz один из самых популярных диванов на 3DD. Обивка у него может быть в виде шоколадной плитки, либо обычная. Я собрал стандартную конфигурацию. Сбоку у нас плиточки, справа обычные подушки. 375 см в длину и 168 по угловой части. И такой диванчик у нас вышел 14 460 евро. Это по текущему курсу 1 350 000 рублей. Minotti вообще красавцы. У них реально много очень диванов, но вот этот самый популярный. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как же я рад, что вот это вот все уже в прошлом Все эти пылесосы с проводами, со шлангами Я с детства ненавижу пылесосить из-за этого Сейчас все свои проекты мы комплектуем беспроводным пылесосом на аккумулятором Dyson Последняя модель у них сейчас Dyson V11 Это прям самый вот топчик Он вообще невероятно удобный Он просто висит на стене и сам заряжается Это очень удобно, если вы спроектировали помещение прям заранее И вы знаете, где можно будет розетку спрятать, чтобы провод не мешался Но если у вас квартира уже готовая И вам нужно куда-то спрятать этот провод В комплекте с этим пылесосом есть стойка прям напольная По которой можно спустить вот этот провод вниз И дальше по плинтусу куда-то увезти Очень удобно Вот у меня вот дома конкретно такая штука стоит Он реально очень мощный Он никак не уступает проводным пылесосам И у него есть два аккумулятора в комплекте Если у вас огромный дом, можно повесить на каждом этаже по аккумулятору Ну вот у меня квартира 100 квадратных метров И там хватает одного аккумулятора И мы второй еще ни разу не доставали У него куча насадок на все случаи жизни Я специально смотрел такой пылесос, чтобы можно было пылесосить под рейками Потому что мы там оставляем небольшой зазорчик Чтобы пыль там, ее можно было легко убрать Также он хорошо пылесосит теневой зазор между стеной и полом А еще у него есть универсальная насадка Вместе с ней мощность всасывания регулируется автоматически То есть если мы катим его по ковру, мощность всасывания увеличивается Если пылесос спускается на паркет, мощность всасывания уменьшается Вообще это 21 век какой-то У меня вот реально такой дома стоит Все очень довольны Всем советую и вам тоже рекомендую И если кому нужно, ссылочку на этот пылесос я оставлю в описании Восьмое место Это единственный диван, который можно посмотреть в Москве Пойдемте посмотрим его вживую Вот, вот этот диван У него есть много конфигураций спинки Вот эта вот двигающаяся спинка Ее можно переставлять как хочешь Она вот прям вот двигается максимально И она вообще не ездит То есть ты падаешь на нее, она не отталкивается Частая проблема, что спинка просто съезжает Тут такой проблемы нет Это Polyform Westside Его спроектировал Жан-Мари Массо И начали его продавать примерно полгода назад Буквально это вот новиночка прошлого года И в нашей конфигурации он стоит, ну как в нашей конфигурации У него очень много разных модулей У него разные спинки Вот есть, например, такой как шезлонг спинка Есть передвижная спинка, обычная спинка Очень разные На самом деле не очень правильно сравнивать вот эту конфигурацию Потому что они реально разные Ну вот я примерно собрал конфигурацию нашего размера Примерно подлиннее он 3 метра 80 сантиметров И 150 сантиметров длинная часть под ноги Передвижной спинкой, чтобы было прям удобно настроить под себя и под телевизор И один подлокотник будет у нас кожаный Кожаный подлокотник, это просто кайфовое Такой диван получился примерно 14200 евро Это 1 миллион 320 тысяч рублей по текущему курсу Но курс, конечно, очень скачет И он буквально завтра уже может быть неправдой Конечно, прелесть вот этих вот модульных диванов В том, что можно собрать очень разные конфигурации Например, этот можно собрать двухсторонний Когда у нас с одной стороны сидушка И с другой стороны сидушка По обе стороны спинки Это очень помогает, когда у нас с одной стороны телевизионная стена А сзади, например, большое окно В которое тоже хочется сидеть и смотреть Диван получился прикольным и реально очень красивым А мы переходим к следующему диванчику Трантатан, седьмое место Арфлекс Стрипс Этот диванчик презентовал Чини Баери в 1968 году Представьте, диванчику уже около 50 лет Это реально старый диван Но выглядит он очень современно и очень круто Это такой диванчик, на который положили одеяло И забыли сделать на него обивку Вообще Арфлекс уже относится к второму эшелону итальянских производителей То есть у нас вот были до этого полиформа Minotti Это прям вышечка Прямо дорогие Арфлекс уже подешевле И вот такой красавец Примерно в нашей конфигурации На 365 см в длину и 120 см угловой модуль Получился 11,5 тысяч евро Это примерно 1,076,000 рублей по текущему курсу Представьте, если бы курс был старенький По 35 рублей за евро Это в три раза дешевле, чем сейчас И он стоил бы всего 300,000 рублей Вот это вот хорошая цена Пристое место Паула Ленти Паула Ленти один из, наверное, самых необычных диванов из моей подборки Из новой школы Он сделан в минималистичном стиле Франческо Ротто придумал его в 2017 году И вот Архипродакс присвоила ему награду в своих номинациях Диванчик реально классный Прикол у него в том, что у него поднимающаяся спинка В чем прикол? Для рендеров и для картинок Чем диван ниже и шире, тем он вот красивее И на рендерах и на картинках он смотрится сильно круче, когда опущена спинка Ну, естественно, так сидеть невозможно Так только лежать можно Спинка эта поднимается и можно нормально сесть Проблем уже нету Единственное, мне не очень нравится вот этот подъем, на котором он стоит Его все-таки видно, когда ты сидишь низко Если ты стоя сверху на него смотришь, его не видно Не очень вот это мне нравится А так диван невероятно крутой Мы достаточно часто его ставим Вот скоро у нас доделается квартира в Москва-Сити В которой можно будет прям вот в аренду ее взять и пожить Там вы посмотрите на Паоло-Ленте Агио Такой диванчик примерно нашей конфигурации 336 сантиметров в длину и 140 сантиметров по угловой части стоит 10 тысяч евро Это примерно 930 тысяч рублей Мы наконец-то перевалили за миллион рублей Крутейший диванчик, реально очень классно Итак, мы наконец-то подходим уже к серединке Итальянский диван Лема Клауд Вообще этот дизайн не новинка И практически у каждого производителя мебели итальянского есть примерно похожий дизайн Одни из первых вообще дизайнов таких придумали в Арфлекс Была у них Мичарио Систем Еще в 68 году они представили этот диван И так в принципе у каждого производителя есть Похожий вот диван Вот я сейчас тут вот натыкаю Этот немножко отличается вообще от всех У него есть вот такой вот модуль Это не подушка Это такой подлокотничек Подлокотник этот может быть мягкий А может быть еще и с деревяшечкой И там можно будет кофе ставить Не знаю, сидеть, кушать Единственное, что у них так много конфигурации И он получился меньше всех В длину 328 сантиметров А угловой модуль 163 сантиметра В нашей средней конфигурации, которую мы посчитали Он стоит 8000 евро Или 739 тысяч рублей Примерно по текущему курсу Этот диван не из дорогих Он сделан достаточно по простой технологии Я его разбирал, смотрел Тут нет никакого пуха внутри Но он все равно очень мягкий, теплый Такой приятно в него садиться Мне прям вот сидеть здесь очень кайф Итак, дальше мы все спускаемся ниже и ниже по цене Но диваны от этого хуже не становятся Они в любом случае очень крутые Еще раз говорю, если диван на первом месте Не значит, что он самый крутой или самый плохой Просто он дешевле И все А так они все очень крутые Я бы поставил их все на первое место С удовольствием Четвертое место BB Italia Первый раз этот диван представила Патрисия Уркула в 2005 году И потом еще несколько раз его обновлял сам BB Italia Мне больше всего нравится самая первая версия 2005 года Она такая более пухленькая Мы поставили его в один из проектов Сейчас покажу картинки Но мне не нравится у него спинка Она прикольная, но мне не нравится Есть похожий диван Caligaris Epsilon Он примерно такого же формата Но он очень плоский Ну вот прям вообще совсем не дутый Но у него очень красивые, реально крутые спинки Выглядят они классно Поэтому мы взяли и совместили Tufti Time и Epsilon Получился Tufti Epsilon Такое надувное, пузатенькое сидение И классная спинка сверху В нашей стандартной конфигурации Такой диванчик выходит 368 см в длину И 150 см угловой модуль Выходит примерно в 7300 евро Или 679 тысяч рублей Но проблема в том, что это только нижние модули Еще есть спинки по 575 евро Маленькая спинка Есть еще длинные спинки Они стоят 870 евро Вот и в принципе считайте Сколько вам нужно спинок Тоже туда надо будет добавить Ну что Барабанная дробь Мы подошли к тройке самых крутых диванов С хорошим ценником Третье место Gun Rux Mangus Компания Gun Rux вообще производит ковры Rux по-английски это ковер В 2013 году Патрисия Уркула Опять же, да Вот она у нас была уже Сделала из ковра диван Диван очень похож на Lema Cloud Есть что-то у него схожее Но у него вся обивка Это ковер Ковер из 100% шерсти И сидеть, конечно же, попой Голенькой На нем не супер приятно Если сидим в штанах, джинсах И так далее Нормально И еще у него есть небольшая проблемка Он модульный, да Но все модули только одного размера Вот есть один размер Делай, что с ними хочешь В нашей конфигурации он получился 270 сантиметров по длинной части И 210 по короткой По цене такие модули выходят 7800 евро Это примерно 714 тысяч по текущему курсу Мы уже подходим к таким супер вкусным и классным ценам И впереди еще два классных дивана и два места Номер 2 Бока Томми Дизайн этого дивана сделал я Это такая моя версия идеального дивана Просто в каком-то диване не нравилась спинка В каком-то диване не нравились размеры В каком-то диване не нравились ножки и так далее Много всего Вот вроде классный диван Но вот если бы чуть-чуть поменять, было бы классно Короче говоря, я взял и сделал свой идеальный диван Вот он по версии меня в 2020 году Это для меня идеальный диван Он очень крутой Делал его реально с любовью Вот реально для себя Чтобы поставить вот в наши проекты В несколько проектов мы уже ставили И еще до этого момента его нельзя было нигде купить И ставили мы его только себе Потому что разрабатывали достаточно долго Сейчас мы его наконец-то доразрабатывали Сделали фишка у этого дивана В том, что у него спинка двигается Ее можно просто поставить, убрать, передвинуть, подвинуть, наклонить и так далее Спроектирован он так Что если ты на нем сидишь И прям можешь даже тащить спинку назад Никуда она с дивана не денется Она намертво вообще вцепляется в диван И стоит на месте Достаточно тяжелая, чтобы так делать Она весит 20 килограмм Только одна самая маленькая спинка Это реально крутой диван Он очень мне нравится Конечно, это же я его сделал И стоит такой диван Примерно в нашей конфигурации 6466 евро Это примерно 592 тысячи рублей Это сильно дешевле, чем мы смотрели до этого в Италии Потому что просто у итальянцев евро подскочил А у нас, у россиян, рубль упал Но от этого диваны там не стали хуже И этот диван не стал от этого лучше Они все крутые Просто вот он немножко дешевле Первое место Первое место Это, наверное, самый популярный диван у нас Это Boka Navi Примерно похожего дизайна Диваны есть практически у каждого производителя У нас это все равно своя измененная версия У этих диванов мне много чего не нравилось Вот, например, банальдо Он на картинках выглядит вроде классно А вживую выглядит вот так Да, это такой вот бесформенный пельмень Он прям вот так вот разваливается Ну вот что-то мне вживую он не понравился Поэтому мы сделали свою интерпретацию диванов Фишка в том, что у него есть асимметричная спинка Она может быть на пол модуля Сама высота, глубина и мягкость подобрана так, что вы просто офигеете от этого кайфа Насколько он мягкий и классный Многие смотрят на картинках и думают, что этот диван неудобный Что у него низкая спинка и там неудобно сидеть Но просто не понимаете, что здесь все продумано Мы сидим вот на этой вот подушке У тебя есть и подголовник, и поддержка шеи Все классно Нет вообще никаких проблем Она как раз и делает вот эту вот всю посадку Супер мягкой, удобной и такой вот развалиной В нашей конфигурации он вышел в 3261 евро Это около 299 тысяч рублей А если там выбрать меньше конфигурации, он еще будет стоить дешевле Ну в общем-то и все На самом деле диванов сильно больше, чем я вам причислил Это вот мой такой топ 10 диванов самых популярных Которым можно украсить любой современный интерьер Любую современную квартиру Этот диван подарит вам невероятно крутые эмоции Пишите, какой топ еще вам сделать Я вот уже сделал топ смесителей Вот сейчас сделал топ диванов Пишите, что вам еще сделать Топ столов, кресел Какой топ сделать вам, пишите в комментариях И ставьте лайк, если понравилось Пока-пока В одном из последних видео мы разыгрывали вот такую вот маечку Ты же дизайнер Вот этот вот комментарий победил Пишите моей помощнице вот сюда Вот она с вами свяжется И отправит в такую маечку Поздравляю!